Всем привет! Сегодня у меня видео о посылочке. Посылочка пришла на мой день рождения от Светланки Абакаровой, моей подружки рукодельной. Сейчас я вам покажу, что в этой посылочке. Чтобы было удобнее разглядывать, я буду все выкладывать на стол по очереди, чтобы все хорошо было видно. Вот такой блокнотик красивый, стразики. Я каждый раз говорю когда-нибудь, я перепишу все свои процессы, все свои готовые работы. Девчонки мне дарят каждый раз блокнотики с намеком. Такая красивая роза. Роза это любимый цветок Светланки. Я тоже очень люблю цветы и поэтому не случайно выбран такой сюжет. Очень красивые стразики наклеены. Открыточка от Светланки. С днем рождения! Такая рукодельная открыточка. Здесь наклеены стразы. Наверное, Светланка сама это клеила. Кнопочки. Открыточка с пожеланиями. Дорогая Несса, поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья, крепкого счастья. Это самое главное. Успехов тебе во всех твоих делах, в работе и творчестве. Желаю, чтобы все задуманное исполнилось. Очень люблю тебя и рада, что ты у меня есть, Светланка. Светланка, спасибо большое за пожелания. Я тебя тоже очень люблю. Я тоже очень рада, что мы с тобой нашли друг друга. Так, сейчас вкуснятину достанем. Урюк. У нас называют курага. Нужно кушать сухофрукты. Так, а это кофейня. Это кофе. Это кофе для Тимура. Тимур пьет кофе. Что-то крупные какие-то. Зерна растворимые. Сублимированный. Кофе натуральный. Крупные такие гранулы. Так, сейчас Тимур придет. Я его порадую. Теперь сладости. Сладости мои любимые. Мой любимый молочный шоколад, да? О, какая красота здесь. Так, сейчас посмотрим. Что здесь, что здесь? Белый лен. Маска отбеливающая. Из белой глины. Масочка, масочка. Жидкая. Так. Будем разглаживать морщины. Старческие свои морщины. Ну, нет, конечно же. Мы же молодые и красивые. Магнитик Дагестан. Интересно сделан. Надеюсь. Интересно сделан. Дерево. Магнитик. И вот такая картинка. Жужжит у меня немножко объектив, когда ловит зум. Ну, новым зрителям скажу, это не кот мурлычет. Это когда-то я фотоаппарат нечаянно уронила в ведро с водой на даче. Съемки у меня были. И поэтому теперь объектив жужжит. Но камера дорогая, поэтому выбросить ее не могу. На новой камере не такое качество съемки. Поэтому вот такие жужжания. Так, это что? Тоже отбеливающая маска. Это маска с огурцом. Так, масочка. Так, а это, я так понимаю, заготовка для магнита. Наверное, да. Я так думаю, что это заготовка. Может быть, я ошибаюсь. Но ничего, если я ошибаюсь, Светланка напишет меня, поправит. Какая большая банка. Чайная лавка. Ого. Стеклянная такая большая банка. Красивущая. Посточный рассвет. Там какие-то лепестки добавлены. Это крупнолистовой чай. Очень похоже на сухофрукты. Вот эти вот гранулки. Так, как правильно заваривать чай. Так, коллекция, эксклюзивная коллекция от компании Чайная лавка. Спасибо, Светланка. Чай у нас. Чай у нас будет с шоколадками и с такими казинаками. Вот такие разные казинаки. Набор здесь. Астарти. И еще вот такой щербет. Щербет с фундуком. Такой тяжелый щербет. Вот такие вот сладости у меня. Светланка, ничего у меня не слипнется, столько ты мне прислала сладостей. Так, это миниатюры под старинную бронзу. Интересно. Интересно. Я сейчас открою. Это рамочка. Это рамочка вот с такой подставкой. Наверное, сюда можно оформить вышивку. Можно, конечно, и так оставить картинку. Но, может быть, у Светланки была задумка, что сюда можно оформить какую-нибудь миниатюрную вышивку. Вот так она будет стоять. Очень красивая рамочка. Какая красотища здесь, девочки. Смотрите, какая тарелочка. Это декоративная тарелочка. С моими любимыми цветочками и бабочками. Видите, она объемная. Вот это все наклеено. Она такая нежная, хрупкая. Я вообще удивляюсь, что она доехала без каких-либо повреждений. Ну, в принципе, все хорошо было упаковано. Но как посылки едут, мы не знаем. Только догадываемся. Ну, посмотрите. Все-все-все целенькое. Это декоративная тарелочка. Ее нужно вешать на стену. У меня сиреневый кухонный гарнитур, сиреневый диванчик. И Светланка подбирала под мою кухню. Вот так все подобрано со вкусом. Очень красивая тарелочка. Просто обалденно красивая. Набор полотенчиков. Вау, сколько у нас теперь полотенчиков. Сейчас откроем. Полотенчики. Вот такие вот красивые полотенчики. И знаете, что интересно? Мне, конечно, стыдно признаться, но у меня нет полотенчиков, когда гости приходят, чтобы дать им полотенчики. А здесь как раз набор с одинаковыми полотенчиками. Я думаю, очень будет классно, когда придут гости, когда мы какие-нибудь застолья будем собирать. и как раз эти полотенчики раздавать. У меня как раз их нет. Вот такой красивый набор полотенчиков. Спасибо, Светлана. Спасибо, Светлана. Видите, какая красота. Ну, Светланка знает, что я люблю. Сиреневые, голубые и розовые тона. Сирени, гортензии. Это вот то, что я обожаю. И, конечно же, вот такой вот наборчик мне очень-очень нравится. Я уже привыкаю потихонечку вышивать на мелкой конве. Так что скоро как возьмусь, как стартану и все наборчики на 18-й конве вышью. Спасибо, Светланка. Спасибо, Светланка. Обалденный набор. А вот этот набор из серии. У меня уже есть два таких наборчика. И Светланка мне подарила вот такой вот недостающий в моей коллекции. Это новинки от Чудесной иглы. Четыре сезона. Это зимний наборчик. На 14-й конве вышивается. Ну, я люблю наборчики от Чудесной иглы. Очень легко, быстро вышиваются. Схемки замечательные. Ну, практически все их новинки я покупаю. Ну, и девчонки мне вот, конечно же, дарят мою любимую Чудесную иглу. И посмотрите, какой набор. Этот набор у меня в хачушках. Вконтакте девчонки просили сделать альбом с моими хачушками. И там был вот этот павлин. Вот я когда увидела этого павлина, все, я загорелась. Я долгое время не хотела ничего покупать. Я решила, что у меня уже все есть. Но когда я увидела этого павлина, я поняла, что у меня еще не все есть. Я еще много чего хочу. Вот эти павлины просто обалденные. Фонтан еще. Есть павлины у меня, но там нет композиции, там нет фона. Просто павлины и все, как узор, как рисунок. А здесь сюжетный рисунок. Я очень люблю сюжетные рисунки. Видите, там фон. Очень красиво. Очень красиво. И как видите, здесь павлин мальчик и павлин девочка. Очень часто на картине два павлина с такими красивыми хвостами, два мальчика, а здесь мальчик и девочка. Вот как-то среди павлинов почему-то не очень справедливо. Почему мальчик такой с таким красивым хвостом, и смотрите, у него такая корона на голове, а у девочки нет. И, кстати, у рыбы гупи тоже самочки невзрачные, а самцы вот такие красивые. Вообще должно быть наоборот. Женщина должна быть красивой и иметь вот такой красивый хвост. Ну, что-то как-то вот у них не так немножко у павлинов, как у людей, но набор замечательный, правда? Очень красивый. Обязательно в девятнадцатом году его начну вышивать. Сейчас еще пока буду завершать то, что есть, но вот этот вот набор у меня в ближайших планах, прям в ближайших. Спасибо большое, Светлана, за такие классные подарки. Умеешь ты порадовать. Ну, и зрителям, конечно же, большое спасибо за просмотр, за то, что вы подписаны на мой канал, пишите мне комментарии хорошие. Очень много в этом году было поздравлений от моих зрителей. Спасибо вам огромное. На этом я с вами прощаюсь. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok